Национальная премия экспертов автомобильного бизнеса ТОП-5 авто открыла новую, десятую главу своей истории. Оргкомитет представил на суд членов жюри лонглисты, в которые вошло свыше 80 новых или обновленных моделей, тех, что поступили в продажу в уходящем году. Как и прежде, основных, то есть автомобильных номинаций, шесть, а вот специальных теперь не две, а три. У нас, мне кажется, отчасти сокращается рынок с точки зрения пестроты, но мы пока не нашли кабриолетов, например. Но при этом увеличивается внутри уже известных сегментов те же самые кроссоверы, прекрасные тому примеру. У нас, я не припомню, столь длинного лонглиста, если можно так сказать, именно в этой номинации. Поэтому здесь, я думаю, это уже тенденция, мы ее видим и, в общем, с удовольствием смотрим на тот огромный выбор, который нам предоставляют. Выбрать самых достойных номинантов экспертам нужно до конца февраля. После будут определены шортлисты, а затем состоится большой тест-драйв и еще одно голосование. Победителей в своих номинациях назовут на церемонии награждения в мае. Тогда же объявят и обладателя главного титула автомобиль года. Напомним, что в прошлый раз им стал Land Rover Defender. Открытие очередного сезона справил и картинговый чемпионат iMall Mix, который проводится на крытом картодроме Forza Karting. Как и прежде, турнир представляет собой четырехчасовую гонку на выносливость, где каждый пилот команды проезжает не меньше сорока минут. А из нового – машины. Теперь соревнования проводятся на картах Mix российского производства с облегченной рамой и форсированным двигателем, созданных специально для чемпионата. Кроме того, введена дополнительная призовая категория – 32+. Вот, к примеру, у нас завтра должна ехать команда, где едет папа, сын, скоро, наверное, внук поедет, а папе 64 года. Вот так вот, да. То есть и таких людей надо обязательно как-то отмечать, чтобы у них была своя какая-то внутренняя конкуренция. В турнире участвуют 36 команд, четыре из которых – иногородние. В ближайшие семь месяцев им предстоит проехать восемь гонок. Каждый этап предусматривает три соревновательных дня. В первый едут самые сильные команды, во второй – средние, в третий – слабые. По итогам гонок эти списки корректируются. Пилоты в зависимости от результата опускаются или поднимаются в другую категорию. iMall Mix – это не только бесценный гоночный опыт, но и награды. Призовой фонд турнира – 700 тысяч рублей.